Парковая скульптура Памятник, изображающая великого русского поэта, появилась в сквере у Дворца детского творчества на улице Есенина, дом 46, вероятно, в одно время с открытием самого дворца, то есть в 1957 году. Имеются сведения, что памятник был изготовлен в Ленинграде в художественной мастерской парковых скульптур. В начале 2000-х скульптуры отреставрировали, и 6 июня 2004 года состоялось торжественное открытие памятника. Сегодня, в день рождения поэта, в сквере у памятника немало людей. Можете продолжить? У Лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том. Днем и ночи кот ученый все ходит по цепи кругом, идет направо, пресня заводит, на левую сказку говорит, а дальше уже склероз. Как вообще вы относитесь к Пушкину и как думаете, почему его до сих пор мы так ценим? Если бы я к нему плохо относился, я бы не пришел сегодня, именно сегодняшний день в памятник Пушкину. Мглою небо кроет, вихри снежные крутя. Как зверь она заводит, то заплачет, как дитя. Бурым мглою небо кроет. Вихри снежные крутя, то как зверь она заводит, то заплачет, как дитя. У Лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том. Днем и ночи кот ученый все ходит по цепи кругом, идет направо, песни заводит, идет налево, сказки говорит. Молодец. А есть ли у вас любимое что-то из Пушкина? Может быть сказка какая-то? Руслана Людмилы. Вот, например, отрывок из Евгения Онегина. Мой дядя самых честных правил. Когда ни в шутку за ним мог, он уважать себя заставил и лучше выдумать не смог. Зима. Крестьянин торжествуя на дровнях. Она залезет на путь. Его лошадка, след по чему ей идет, как... От него только душа идет в своем здоровье. В 2010 году, 6 июня, выбрали для нового праздника Дня русского языка. Не случайно, ведь Пушкин считается создателем современного литературного русского языка. Перечислять произведения Александра Сергеевича нет смысла. Они знакомы любому человеку, живущему в России или говорящему по-русски. Литография и живопись 19 произведений Пушкиняны Анатолия Зыкова показывают нам солнце русской поэзии в совершенно разных ракурсах. Так в экспозиции соседствует беззаботный мальчик с измученным и замкнутым юношей. Причем, несмотря на то, что талант Анатолия Зыкова сложился в пору сурового стиля, где превалировали укрупненные формы, художник смог предложить свою собственную пластическую интерпретацию облика поэта. Но при таких, казалось бы, скромных масштабах она довольно полно представляет нам Александра Сергеевича Пушкина. Ведь Пушкин, с одной стороны, тема неисчерпаемая и открытая для всех, с другой стороны, требующая большой смелости и ответственности от человека, который за нее берется. Анатолий Иванович Зыков как раз отличается большой ответственностью подхода к фигуре национального гения. Анатолия Зыкова интересует не только биография солнца русской поэзии, но и его творчество. Впрочем, у Пушкина сложно отделить одно от другого, особенно если речь идет о лирике. Ведь каждое стихотворение Александра Сергеевича – это буквально отражение его внутреннего мира, который формировали штормы событий в судьбе поэта. Будучи поклонником Пушкина с детства, Анатолий Зыков все же отдавал предпочтение именно поздним стихам автора. Дело в том, что, ну как мы все, Анатолий Иванович встретился с Пушкиным первый раз, еще, наверное, не умея читать. И как он сам писал в своих текстах, первую половину жизни я прожил с убеждением, что о Пушкине я все знаю. Когда взрослым человеком берешься за, казалось бы, давно знакомые программные, пройденные в школе стихи, то вдруг обнаруживаешь в них совершенно другой взрослый смысл. И Зыкову интересует прежде всего вот этот взрослый Пушкин. Собственно, как я уже сказала, сам-то он к Пушкину пришел на склоне уже своих лет человеком с опытом житейских переживаний, житейских испытаний. В непростой действительности 90-х годов прошлого века в стихах позднего Пушкина Анатолий Зыков видел поддержку и утешение. В своих заметках художник с восторгом писал «Вот чем нам дорог Пушкин – сопротивляемостью, жизнелюбием, надеждой, светом». Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Шоу «Бурлеск» впервые появилось на арене в 2019 году. Рождение программы сразу принесло победу. На 43-м международном цирковом фестивале в Монако артисты программы завоевали главную цирковую награду мира – золотого клоуна Монте-Карло. И вот уже 4 года проект с большим успехом гастролирует по стране, собирая аншлаги и восторженные отзывы зрителей. В Рязани «Бурлеск» впервые. И хотя зрители уже знакомы с проектами геи Эрадзе, «Бурлеск» способен удивить и взрослых, и малышей. Отличная, суперская, мне нравится. Мне нравится, как там клоун бабочкой показывают, так вот, кум-ку-кум. Мне понравилось еще, как лошади и зебры катались, акробаты суперские. Когда обезьянки бегали. Акробаты, девушка очень, прям страшно. Мурашки. Больше всего меня впечатлило, когда гимнасты перепрыгивали на другую качель, с одной на другую. А животные, какие зверушки больше всего? Зебры. Когда-нибудь до этого видели зебры, вот лемуров? Только зебру, только в фильмах, и лемуров тоже. 1 июня, в День защиты детей, состоялась премьера. На манеж Рязанского цирка вышли яркие звезды российского циркового искусства, лучшие артисты королевского цирка Гия Эрадзе и компании «Росгосцирк». Зажигательная русская кадриль и бесстрашные акробаты на встречных качелях. Сказочный пегас и царевна-лебедь. Эквилибристы на рояле в окружении утонченных балерин. Страстная танго гимнастов на турниках. Уникальный номер воздушных гимнастов в струях воды. После него зал аплодировал стоя. Это уникальный номер, правда, потому что он составлялся, он создавался специально под это шоу. В струях воды такого в российском цирке не было. И благодаря нашему гениальному продюсеру Георгию Георгиевичу состоялся этот номер. Благодаря нашим режиссерам, их вдохновению и, может, нашему труду произошел такой красивый номер. Естественно, он технически сложный, потому что вода, это все понятно, очень скользко. У нас много проб и ошибок, секретов, которые мы стараемся не раскрывать зрителям, чтобы их захватывало дух. Ярких, талантливых артистов сопровождают на арене очаровательные животные. Пятнистые пони, лошади и долматины-наездники. Розовые пеликаны, попугаи ара, ламы, лемуры, дикобразы, гиббоны, зебры, медведи и другие представители животного мира. И, конечно, экзотический аттракцион Африка. У нас с животными самое главное – это доверие. Чтобы они нам доверяли, мы им доверяли. У нас большое количество разных животных, получается, и нам нужно было, что в первую очередь, чтобы животные доверяли не только людям, но начали доверять друг другу тоже. Каждое животное, как и человек, есть талант, нет таланта, и так же есть у животных. И вот ты смотришь на животное и видишь, если он талантливый, значит, он трюки начнет делать. Вот все, как и у нас. Именно в этом шоу представлен грандиозный номер «Групповая трансформация Фаберже», который мечтают увидеть поклонники творчества Гея Эрадзе со всего света. Вы знаете, это какой-то фурор на самом деле. С самой первой секунды я поняла, что зал открытый, зал ждет нас, зал любит нас. Я сейчас только что за кулисами была, видела наших ребят, артистов. Все только и говорят, какой зал, какой зритель, какая публика. Это столько эмоций. Сегодня был полный зал детей, которые смеялись, улыбались. Все были счастливы, довольны, поэтому мы начали. Премьера отгремела. Мы с вами до середины июля, и мы всех ждем. Разнообразные спецэффекты, профессиональное световое оформление, авторская музыка, декорации и реквизит, эксклюзивные костюмы и, конечно, само первоклассное профессиональное цирковое искусство. Шоу поистине грандиозное. Гастроли в Рязани продлятся недолго, всего лишь до 14 июля. Поэтому поторопитесь, ведь билеты разлетаются с молниеносной скоростью. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова